Всем традиционный. И у меня возникает вопрос, а как вы относитесь к животным-супергероям? И я сейчас говорю не про антропоморфных животных от Диснея или Луни Тюнс, так-то там есть даже одногодная пародия. Но сегодня я хочу поговорить с вами о настоящих животных-героях. Вернее как, не о животных-героях, а о животных с суперсилами, но которые являются не человекообразными, а просто животными, но с суперсилой. Или без суперсилы, но они все равно являются супергероями. Прошу любить и жаловать, Легион Суперживотных. О боже, до чего я опустился. Ладно, я думаю нужно рассказать сначала историю каждого персонажа Легиона Суперживотных. И я думаю стоит начать с самого известного, а именно с Суверпса, Крипто. Начинается все с того, что Крипто хотят отвезти в приют, однако он сваливает, пробивая стену, потом появляется Супермен, Супербой. И это Супермен в детстве, что-то типа Тайн Смолвилля, только Супермен все время очагаляет в своем костюме. Супербой помогает поймать сбежавших собак, заделывает дырку и идет помогать бате в магазине, который начинают грабить. Окей, неплохая завязка. Гопники уже почти свалили, однако на пути им встретился Суперпес. Они начали стрелять, по нему на пули отлетали, но они типа были слишком тупыми гопниками и думали, что просто мажут по этой собаке. По крайней мере, такая тупость избавляет меня от вопросов, почему никто не мог спалить, что Кларк Кент на самом деле Супермен. А одну пулу Супермен даже смог отразить своей рукой, и она выбила пистолет из руки гопника, и гопник такой, «Йоу, кто выбил оружие из моей руки?» Окей, это очень умные гопники. А потом Крипто жует пистолет гопника с таким жалобным видом. Простишь ли ты людей, которые тебя до этого довели? Потом Суперпой пускается в погоню за этим псом, и говорит, к счастью, он не может летать, и Крипто взлетает. Кстати, мне очень нравится, как нарисован город. Такое чувство, что он находится где-то вне времени и пространства. Ну или просто вне пространства. Супермен понимает, что у Крипто те же способности, что и у него. После чего Крипто отводит его к какому-то месту и показывает ему ракету, в которой лежит записка, которая написана криптонским языком. И вот он, момент истины. Все это время Крипто был псом Супермена, когда он был ребенком на Криптоне. Однако Крипто отправили в космос для того, чтобы испытать ракеты. Но ракету с Крипто сбил метеорит. И Крипто путешествовал по космосу очень долгое количество времени. Вот это поворот! Готовьтесь, крутых поворотов в сегодняшнем видео будет очень много! И вот Супер Бой и Крипто летят по воздуху, Крипто вид самолета решает с ним поиграть и случайно откусывает кусок от крыла. Крипто не хочет отпускать кусок крыла, потому что думает, что Супер Бой с ним играет. Поэтому Супер Бой использует... Супер чревовещательство? О боже, я просто хочу посмотреть, какие силы есть у Супермена. Неуязвимость, ну это понятно, Супер Сила. Ну это тоже понятно, Супер Выносливость. Ну... Окей, регенерация. Ну да, это я тоже знал. Полет. Ну вообще-то он прыгал, как я помню, в каком-то описании. Ну досрать. Сверхскорость, да, только флэш быстрее. Это я помню, Супер Зрение. Микроскопическое зрение, атомы и их составляющие части. Окей, это что-то новенькое. Телескопическое зрение. Огромное расстояние, ну ладно. Ну хорошо, хорошо. Супер слух. Что-то такое помню. Супер дыхание. Ну да, тоже помню. Супер интеллект. Сомневаюсь, что он у него вообще... То есть, наверное, есть. Супер голос. Он может подражать шуму. Огромное толпу и предупредить об опасности целый город. Ну хорошо, значит. Супер червовещательство, допустим, было. Ну и еще другие способности. Типа... Супер обаяние, чтобы найти Лоис Лейн по запаху ее духов. Суперконтроль мышц, который позволяет меня чертелиться. Хе-хе-хе-хе-хе. Блин, порой мне кажется, что Супермену даю способности просто, чтобы все охерели. Типа, Супермен такой идет на гопника. Гопник в него стреляет, и он меня чертелиться просто на пути к гопнику. А вообще, теперь я понял, что комиксы о Супермене, это драма о его врагах, которые все никак не могут победить этого ублюдка. Хотя, самое забавное, этого ублюдка все-таки кто-то смог завалить. Правда, он потом как-то вернулся. В общем, Супермен делает для Крипто дом, и потом он говорит логичную вещь, чтобы Крипто не сорвался. Сцепел, он оставил ему костей. Почему эта вещь логичная? Ну, просто потому, что многие другие вещи тут не объясняют. В общем, идет время, Супермен ухаживает за Крипто, моет его лавой. Однако, потом Крипто все-таки находит его в городе и приносит ему большую стальную балку, которую Супермен швыряет далеко-далеко в космос. Однако, его подруга говорит, «Хэээ, я знаю, что это Супер Бо, и потому что, ел, как ты швыряешь эту балку». Он такой, «Хм, надо что-то придумать». Он идет в космос, где Крипто уже гоняется за кометой, думает, что это кошка. Потом он возвращается на Землю, и Крипто бегает за обычной кошкой, попутно пробивая стену. И вот, Супермен возвращает балку на место, ругает Крипто, и потом придумывает план, как обмануть свою подружку, чтобы она не думала, что он Супербой. И так он дает ей гигантскую лесенку, которая, типа, очень легкая, и он показывает Крипто в плаще, который летит по водку и говорит, «Эй, если я Супербой, то кто это?» Оказывается, он просто пустил бумеранг наверх, чтобы Крипто за ним гнался. Ну и в конце всей истории Крипто съебывает в космос. The End. А следующий член Легиона Суперживотных это Стрики, Суперкот или Суперкошка. Я не совсем уверен, Стрики это женская кличка или мужская. Короче, долгая история, но у Супермена есть еще и кузина, которая является, типа, его секретным оружием на случай, если случится что-нибудь совсем дерьмовое. Так вот, это Суперкузина. Хотя бы маскируется лучше, чем он. Видите, она в парике. Так вот, идет метеоритный дождь, и она замечает, что там есть метеор из Криптонита. И для того, чтобы исследовать Криптониту, она хочет найти этот метеор. И вот она поднимает этот камушек. Однако он все равно слишком сильный, поэтому она его выкидывает. А потом видит, как в переулке кошка борется с собакой. Или кот борется с собакой, блин. И вот она спасает кошка, подув на задницу собаке, отчего собака офигевает, и ее ловят в приют. Потом кошка чувствует привязанность к супердевочке и ходит за ней по пятам. Ах да, еще Супермен подарил кукол маленьких девочкам, чтобы они помогли восхищаться Суперменом. Конечно, все люди видят только хорошее в Супермене. Однако на словах, то он лев толстой, а на деле... В любом случае, Супердевка говорит, что я назову его Стрики, а это значит, что я наконец-то понял, какой пол у этого кота. И вот Стрики спокойно играется с комком шерсти, пока не находит зеленый метер, который выкинула Супердевка. Он лижет этот метер и получает Суперсилы. После чего бьется о куклу Супермена и получает плач Супермена. И первое, что делает Стрики, это переворачивать грузовик с молоком для того, чтобы коты смогли выпить молока. И он решает стать, благодаря этому действию, супергероем. Типа, я буду Стрики с Суперкот. Окей. Это вполне забавно. И вот, как и все супергерои, Стрики встречает своего первого гопника, а именно пса, который не любит плащи. Какого-то такого кота. Стрики забирается на дерево от страха, однако понимает, что он Суперкот. И он закидывает пса яблоками и зычными учит. Я только сейчас задумался над тем, как тупо звучит фразу «зычными учит», но тем не менее вырезать это я не буду, потому что это действительно смешно звучит. Естественно, Супердевка слышит это мяуканье и отправляется на поиски своего кота. И вот Супердевка находит Стрики, который спасает, цыплят от орла. Потом они летят куда-то в непонятное место, и Супердевка берет телефонный кабель зачем-то. И вот Стрики начинает играться с этим кабелем и запутывается в проводах. И вот Стрики рвет провода и внезапно начинает падать, потому что он потерял всю свою силу. Супердевка его спасает, а Стрики вспоминает о своих приключениях, когда спит. И читателям предлагают самим выбрать, вернется ли Стрики или нет, что, по-моему, неплохо, потому что, ну, им дают выбор. Ну и у меня возник еще один вопрос. Типа, если кошка смогла вылизать Криптонита, стать Суперкошкой, то почему Ликс Лютер не вылизал Криптонит и не отмудохал Супермена? А следующий идет Суперобезьянка с Криптона. Пара-бара-пам. Ууу! История следующая. Вместе с Суперменом в ракете была еще и обезьяна, которая свалила в леса и дралась с тигром. Так вот, мудохала эта Суперобезьяна в всех джунглях мудохала и поняла, что, типа, где-то на земле есть чувак с такими же силами, как и у нее. Уж не знаю, как она увидела это со своим суперрентгеновским зрением, но, типа, она увидела Супербэйби. Супербой, Супербэйби, Супермен. А постареть-то он так и не смог. И вот Суперобезьяна прилетела в дом Кентом, где Супермен играл в свою любимую игру. Он, типа, залезает под воду и с открытыми глазами смотрит на дно, типа, он подлодка, потому что у него суперлегкие, и он, типа, может не дышать очень много. И он играет в подлодку, типа, лежа на дне бассейна... Он че, даун, что ли? Ладно, не буду оспаривать досуг Супермена, все-таки, возможно, лежать на дне бассейна, как подлодка, это весело. Так вот, Суперобезьяна решает побезьяничать и прыгает в ванну Кенту-старшему, который ни хрена не врубается в происходящее, а Суперобезьяна сваливает от него в окно. А он думает, что это был его сын. Кент-старший отчитывает своего сыну, или после чего Суперобезьяна видит, как чувак-попрошайка с обезьяной просит деньги и ворует семейный бюджет у Кента из банки с печеньем, где лежат деньги. Ну, типа, вы знаете, когда там монетки кидают в банку, за-а, пофиг. Естественно, обезьяна дает все деньги левой обезьяне и кидает пустую банку с деньгами в песочницу Суперебенка. Его отчитывают и говорят, что он плохой человек. Потом он встречается с Суперобезьяной, и они начинают драться за пожарную машину. И вот идет этот Суперэпичный бой не на жизнь, а на смерть. Ну как не на жизнь, а на смерть. Обезьяна просто обезьяничает за Суперребенком все, что он делает. И поэтому выходят всякие комичные ситуации. Потом Суперребенок прикидывается спящим, и обезьяна тоже засыпает. После Суперребенок идет к своему бате, который несет фейерверки к 4 июля. Батя не может зажечь себе сигару, поэтому Суперребенок поджигает ее лазерным взглядом. Обезьяна, естественно, ворует эту идею. Только поджигает она не сигару, а фейерверки, после чего она от страха улетает в космос. Блин, это уже второе животное, которое улетело от Супербоя в космос. Вернее, это было первое животное по хронологии общих событий, потому что, типа, обезьяна была, когда он был... Ну, вы поняли мою мысль. Комета, лошадь Супердевки, которая на самом деле не является суперживотным, прикиньте. На самом деле это был кентавр, который влюбился в волшебницу. И которого эта самая волшебница пообещала превратить в человека, но злой-злой колдун превратил его в лошадь. А потом еще и отправил его в изгнание на один из астероидов. Но потом эта лошадь заметила ракету с прилетающей Супердевкой. Вот, и типа ракета Супердевки помогла этой комете сдвинуться, чтобы лошадь была свободна. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, Супердевка и лошадь побеждает на планетян, стреляющих криптонитом, потому что криптонит не действует на комету, потому что комета это конь, который был кентавром, и не суперживотное. Ну и короче, все заканчивается очень печально, потому что комету забирают. Ах да, чуть не забыл, раз в год Суперлошадь становится человеком и занимается любовью Суперженщины. А все остальное время Супердевка походу занимается скотоложеством. Ах да, чуть не забыл, у крипты есть еще сюжетная ветка про суперсобак, которые защищают планету собак, которые зеленые собаки борются с черными котами. Давайте лучше попробуем просто посмотреть один сюжет. Начинается вся история с того, что все очень любят крипты, и крипты оставят себе быстро автографы. После этого он берет подарок-сюрприз для Space Candy Patrol Legends, я больше не буду называть это название. С-Т-П-Эй, все. И вот, пока крипты несет подарок, в С-Т-П-Эй принимают новых кандидатов. Еще мне очень нравится их гимн. Биг Дог, Биг Дог, Боу-оу-оу, Вилл Краш, Шевел, Нау-нау-нау-нау. И вот, первый кандидат это пес, который может зловечно смотреть на преступника, его сразу же бьют молотком по голове и говорят, ты нам не подходишь. Второй же кандидат может предсказать будущее. Первое, что он предсказывает, это то, что крипта прилетит в С-Т-П-Эй с подарком. И таки прилетают. Второе предсказание этого пса тоже сбывается. Там, где ученые-барсуки прилетают. И последнее предсказание этого пса, то, что Супербой попадет в ловушку. Однако, он не знает, когда, ибо это случится еще не скоро, но в течение 24 часов. Потом зеленые псы вызывают помощь. Оказывается, что на них идут тысячи блох. Десятки тысяч блох. Возможно, даже сотни тысяч блох. Крипта пытается разобраться, в чем же дело. Оказывается, что все это зловещий план черных котов, которые увеличивают блох с зеленой собаки. Но у крипты припасена штукой на этот случай. Однако, у котов есть план. Они пролетают на ракете и стреляют в крипты ракетой с криптонитом. И вот, псы-таки побеждают тысячи этих блох и врываются в статую, где сидят злые коты. Однако, некоторые коты уже сваливают. И пока псы колют котов, Супербой пролетает в космосе случайно мимо того места, где крипта пойман в эту ловушку котов. Он каким-то хитрым образом разбивает стекло, которое сделали коты. И так, Супербой и крипты летят по космосу. В космосе они находят деятелей Криптона, которые сделаны из криптонита. А тем временем, из фантомной зоны, ну это тюрьма, где в Супермене сажают всяких говнюков. Вернее, на криптоне сажали всяких говнюков, и они были призраками. Так вот, оказывается, что в эту тюрьму посадили еще и животных злодеев. И животные злодеев говорят коту, как победить крипта. И так, видя статую из криптонита, Супермен в космосе находит какую-то гигантскую штуку, которая засыпает этот криптонит, чтобы Супермену он не был опасен. Знаете, а сюжет про гигантских блох не был таким уж упоротым. И вот хитрый план котов срабатывает, а именно стереть посыпку, чтобы криптонит освободился, и Супермену стало его очень херово, крипта тоже стало очень херово. Потом собаки из СЦПА высадились на земле, начали искать крипту. На самом деле, они его не искали, а просто развлекались на этой земле. И в итоге Супермена спас какой-то чувак на велосипеде, а собаку Пророк приняли в СЦПА. Так как же появился этот самый Легион Суперзверей? На самом деле, все очень и очень просто. Гигантские мозги смогли напасть на Супермена, и они могут контролировать людей, их мозги, мозговые волны, и могут делать их с дымом, и т.д. и т.п. Однако гигантские мозги не могут контролировать животного. Но животное только одно, и если животное победит один мозг, то остальные мозги взорвут планету к чертям. И вот, путешественники во времени собирают свой Легион Суперзверей, которые должны навалять злым мозгам. Ну что ж, давайте посмотрим на эту брутальную битву. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну вот, в принципе, и все. Я получил то, что хотел, а именно, упоротые истории 60-х. Конечно, не все истории были настолько уж упороты, например, история с котом хоть и была тоже упоротой, но так более-менее что-то в ней такое было. Я просто не понимаю, как вообще Суперман может кому-то нравиться вот именно в таком виде, где он всех нагибает, а его соперники это гопники, которые будут палить по собаке и думать, что они мажут, когда от собаки рикошетят пуля. Вот единственное, что, наверное, печально, это то, что мне отдельные истории животных понравились больше, чем история про их общее объединение. А еще мне очень понравилась история с гигантскими блохами. Вот это действительно весело. Ну и традиционно, если вам понравилось видео, спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся когда-нибудь еще.